Ну что, пойдемте, переместимся, разберем как раз результаты нашей победы или поражения. Ой, она елась. А по-моему, по внешнему виду уже и так ясно, кто побегет. Подождите, все точки над «и». Что у нас происходило? У нас сейчас был небольшой эксперимент. Таше и Маша соревновались. Задача была, у Таше была съесть чизбургер, у Маши... И ты успешно справилась. Молодец. У Маши была задача те килокалории, их 300, которые содержатся в чизбургере, сжечь за... 308, я попрошу. 308. То есть, смотрите, все это у нас заняло... Таше съела чизбургер за одну минуту и 44 секунды. Хорошие результаты, в принципе, это не может не радовать. Но, Маш, как профессиональный тренер, скажи нам, пожалуйста, чтобы сжечь 300 килокалорий, сколько надо заниматься? Ну, минут 40 надо бегать на дорожке. То есть ты заранее провалилась? Я заранее провалилась, я даже больше тебе скажу. Я сразу вам заявила, что я провалюсь. Это провал, да? Потому что максимум, там, не знаю... То есть, если бежать, съедать, то... То есть, если она съест чизбургер, это будет на 2 минуты, соответственно, за 2 минуты там сожжешь на 5-6 калорий всего лишь. А если бегать быстрее, ты, может, недостаточно быстро все делаешь? То есть, от скорости бега не зависит, как бы, сжигание жира. А почему именно? А от чего зависит? Тимофей, короче, скажи, кто, кто, на твой взгляд, победил? Это все такое совместное сокращение. Кто победил, Тимофей? Пальцем покажи. Что ты кого бы разом? Конечно, конечно. Кстати, девочка, познакомьтесь. А, покажи еще раз, покажи еще раз Тимофей. Правильно, правильно? Когда ешь фастфуд, побеждает фастфуд. Всегда. Тимофей, а может, подожди, картошечку тебе дать, а? Ну, можно же. И приз сегодняшнего вечера. Тимошечка, держи. Держи. Что ты здесь засюр, Натали? Это вот, слава богу, сегодня настроение плохое, я тебя не контролирую. Что ты здесь вообще... Короче, это Тимофей, это наш камерамэ на операторном площадке, вы теперь что-нибудь знакомы. Если вы заметили, то операторы периодически попадают к нам в кадр. Если вы часто смотрите нашу программу, то вы смогли бы это заметить уже за столь долгое время. И так вот, мы решили, пусть попадают. Действительно, они же наши все друзья, мы же их все хорошо знаем, правда? Правда. Тем более, что у нас сегодня тема, которая касается каждого, это тема фастфуда. Она же джанкфуд, она же мусорная еда. Джанкфуд в том числе, да, говорят. И сегодня... У нас целый мусорный бак. Смотри, Маша, несмотря на то, что ты спортсменка, красавица и прочее бла-бла-бла, речь идет о том, что мы-то не против фастфуда в принципе. Но есть проблема, как его есть, чтобы потом поместиться хотя бы там в эфирное... Хотя бы что с прошлогоднее платье. Чтобы кресло сидеть, и кресло бы там не ломалось. Вообще, если честно, я не очень верю в те вот вещи, которые ты прочитала, да, что там 300 калорий. Ну окей, ладно. Ну то есть, блин, ну ты сравни просто, не знаю, порцию там какого-нибудь супа, в котором тоже может быть 300 калорий, и вот этот вот, от которого ты не поправишься. И вот этот вот бутерброд, который у тебя отложится вообще на всех местах. Короче, Маша против фастфуда, Маша, уходи из этой программы. Да, ухожу, все. Занимайся делами, гостей, зовем гостей. А между прочим, я вот хотела, что ты хотела, я вам потом изображу свой фастфуд вегетарианский. Я принесла, между прочим, специальные продукты, но это я потом вам покажу. Все, как бывает раз, угадывает раз. Короче, если есть гости нашей программы сейчас на площадке, если эти гости поют, танцуют, креативят, ну что же вы стоите тут, идите уже к нам. Заходите к нам, ребятки. Ого. Это не то, как я. Глаза такие. Идите, рассказывайте, с чем, как вы называетесь, с чем вы занимаетесь, расскажите нашим. Здрасте. Приветики. Привет. Лори-лори. Лори-лори, это животные же такие, лимурчики. Да, лимурчики. Ну не скучайся, ребятки. Ого. Что ж, классно. Загрустили-то. Классно, спасибо. Классно, это самое, у наших всех гостей. Нет, у меня еще осталось для тебя еще один. Закормить до смерти. Ну, рассказывайте, ребят, чем, ну, это я поняла, группы, так, нет, все, слушай, так они сейчас ездят будут, давайте я заберу у них. А самый лучший вариант, ты позвал гостей в программу, дал им что-нибудь поесть, и говоришь все, что хочешь, они все дают. Ну, на, тушь, кушай, кушай. А вы, ребят, рассказывайте, собственно, давно ли вы занимаетесь творчеством своим? Наша группа, она... Любит картошку фри. Безумно. Мы любим картошку фри, потому что мы на гастролях и на съемках все время ее едим. Слушай, ну, а вот вы все время питаетесь, да, в фастфуде, то есть вам же... У вас же есть какой-то техрайдер, там, которые должны выполнять мамары, красная икра, рябчики. Безусловно. Нет, само собой, фастфуд, это у нас десерт. То есть вам он действительно нравится? Ну, серьезно так. Видите, это фанат фастфуда. Страшнейший. Вот посмотрите на него. Да, щеки вот эти вот. Не, ну ты правда любишь фастфуд? Конечно. Ну, мне кажется, в современном мире... Ага, ты мне говорил, что ты будешь говорить, что это очень вредно. Это очень вредно, но он, конечно, любит, все просто. Нет, слушайте, ну вот тут мы как раз уперлись, самое главное, то, что мы пытаемся сегодня понять. Мы все любим фастфуд, нам он всем нравится, потому что у него добавляют такие вкусные добавки, без которых просто жить-то невозможно. Но как его есть, так, чтобы потом не плакать горькими слезами, там, перед зеркалом, перед любимыми шстанами, там, перед молодым человеком. Ну, нужно просто выкинуть весы из дома, и все будет классно. То есть... Не нужно за этим следить, конечно. Выкидывай. Не стоит запариваться, да, насчет... Выкидывай. Отлично, весы у нас все будет. Да, посредством монтажа мы склеим и смонтируем. Спилберг нам все нарисует. Ты сколько голова ещет? Очень много. Бесценно. Слушай, давай голова почему-то ничего не весит. Ты сразу понял, что тексты в группе пишешь не ты. Все, 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 беда. Отдавай весы. Смотрите, у нас есть интересные факты и ведяки. Даже не знаю, с чем вы хотите больше начать. С чего? С фактов или с ведях всевозможны. Таша, ты можешь тоже гластавать. За что? За ведях или за факты? Я за факты хочу. Ты за факты, смотрите. Факты, факты. Ребята нам еще сегодня обещали сыграть, если ты не помнишь? Ну, уж что же мы сразу так. Возьмем все и продадим. Нет, мы скажем, смотрите. Сиди, смотри. 98 потребителей не обращают внимания на степень... Потребители фастфуда имеется в виду, на степень полезности того или иного продукта. То есть фактически все люди, кроме 2% сумасшедших веганов и вегетарианцев, вообще не обращают внимания на то, что они едят. Да, но на этом еще и не конец. Людям абсолютно наплевать, на самом деле, по большому счету, на что они едят. Исследование проводил с учеными с 2007 года и выявило, что низкая калорийность... Давай дальше продолжай. Низкая калорийность продукта никого не ставит рамку. Да, и даже больше могу сказать. Вот эти вот надписи все там, типа, экологически чистый продукт, всякие там без ГМО и все остальное вообще никак не влияет на продажи. А фастфуд только... Все продается все больше и больше. Там кроша картоша, кроша пельмеша, кроша еще что-нибудь. Куча всяких фастфудов на 20% увеличилась. То есть люди как не покупали здоровое еду, так и не покупают. Смотри, даже больше, смотри. Общее потребление калорий в мировых фастфудах выросло почти на 20%. Мне кажется, я именно это сейчас сказала. Нет, слушай дальше. Потребление вегетарианских блюд в меню упало на 9%. Правильно. То есть те самые 2%, которых ты причислила ранее к вегетарианцам, еще хуже все обстоит дела, они еще только... Потому что вегетарианцы дома сидят и пророщенные семена едят. Ничем больше не занимаются. По ресторанам не ходят. Да, выйти в ресторан, поесть фастфуд. У меня, кстати, есть знакомая, которая вегетарианкой является. И вот для нее каждый раз поход в ресторан превращается в каторгу. Потому что в наших ресторанах очень тяжело что-то найти именно вегетарианских. Да, ну это глупости, конечно. В последнее время. Хотя, слушайте, ну... Глупости, глупости, да. Ну, а серьезно, вот вы же часто, да, где-то там тусуете в турах, там, в... Постоянно вы неправильно питаетесь. Как вы с этим боретесь? Вы таблетками закидываете себе какими-нибудь отжав-жав-жав-жав-жав-жав-жав? Суп мы тоже едим. Почему нет? В охоточку суп можно поесть. На самом деле мы не закидываемся никакими таблетками. Ну, где-то в фастфуде... Ну, так хоть и это хорошо. Ребята не закидываются никакими таблетками, и все их творчество происходит исключительно благодаря бутербродам. Мы же не будем все рассказывать, конечно. Да, мы не будем все рассказывать. Короче, пока давайте больше всего сделаем. Прервемся на небольшой мини-мини-мини-видеоблог. А после этого вы пока можете съесть как раз картошку или что вы хотите. А после этого вернемся к следующему субтитру. Субтитры сделал DimaTorzok Пусть будет бартер! Ты мне шанс видеть сны, и пей мою воду, бери мои карты, мне они не нужны. Только не надо меня будить, ты ведь не знаешь, где я хожу, по воде головам или ножу, чтобы жить. Я вижу, ты рад, что не ты заглянул за край. Мне не жаль, наблюдай мой сонный полураспад. Ты ведь ответить смог, где мой рай. Мне рай, ты рад, и это залог моей судьбы напрокат. Махнемся лицами. Никто не заметит, даже мы сами. Мы лишь фрагменты фраз невыносимых, потеки грима, мира, искра, отсталкновенья тел. Изнанка взгляда, суть маскарада, яда, ада. Махнемся лицами. Махнемся лицами. Махнемся лицами. Махнемся лицами. Махнемся лицами. Так, быть чего, ты рад, что не знаешь, кто ваш английский, ахнемся лицами, айка. Эд, суть маскарада, яда, ада. Я бы так что не жаль. Отлично, спасибо большое, классный вокал у тебя, ты где-то занималась О, ой, занималась, ой, занималась, ой, долгая Смотри, нам ребята сейчас показали тоже альтернативный вариант сжигания калорий То есть пение, оно же затрачивается много энергии Да, но причем, кстати, на самом деле, это такая физическая нагрузка серьезная Да? Да То есть, в принципе Потому что ты прокачиваешь просто свой дыхательный аппарат И, собственно, когда ты поешь, кажется, что ты поешь изо рта Из головы А на самом деле ты поешь спиной Когда долго поешь, струйка пота стекает по спине и уходит в копчик Серьезно? Да Там, возможно, сейчас служим Там, возможно Я боюсь вставать, мне неудобно Постали банку Вообще, в принципе, мне кажется, музыкантам не стоит заборачиваться на тему калорий Потому что любой концерт это сжигание всего на свете Потому что уходишь весь этот долг Слушай, ну наоборот, мне кажется, что если ты такой плотненький, толстенький мужичонка То тебе особо не... ну я не про тебя там сейчас говорю Спасибо Я говорю про каких-нибудь музыкантов, которые выходят, да И с них, потому что три ручья и они прям бедняги Группа Руц та же какая-нибудь, я смотрела Там у них есть несколько человек Вы такие прям, выходили прям бедняжки Слушай, ну группа Руц вообще выкладывается бешено? А? Группа РУЦ выкладывается, да, там, по-моему, 33 фантаза. Тем не менее, там, как бы, ну, такие плотные дяденьки, то есть они явно любящие фастфуд и все... Ну, в Америке это все-таки логично более-менее. Смотрите, ребятки, как раз вот мы прервались на песню, вот на каком моменте. Мы нашли еще необыкновенные данные. Та-та-та-та, давай, давай, с грустным лицом мы читаем веселые факты. Если кто не понял, мы сегодня говорим за фастфуд, который мы все безмерно любим, однако пытаемся разобраться, как дальше жить и что дальше есть. Изучив, ученые пришли к выводу, изучив состав и калорийность наиболее популярных блюд быстрого питания, ученые пришли к неутешительному заключению. Всего одной порции фастфуда, будто шурма, чипсы, жареная рыба с картошкой фри, пицца или гамбургер, содержится дневная норма жиров. Причем звание главного убийцы, угадайте, кто удостоился? Арбуз. Ты очень близка к правильному ответу, продолжай. Но я не знаю, кто он. Ну, думайте, думайте. Огурец. Олег. Не-не-не, ну я думаю, что какая-нибудь такая жиробастная шаурма или какая-нибудь. Бинго. Молодец. Это именно шурма. Шурма удостоилась самой в ней, в ней содержится в среднем 120 грамм жира, при том, что дневная норма потребления жиров не должна превышать 70 грамм. Знаешь, есть люди, которые так любят шурму. Вот я недавно видела возле метро белорусская женщина, которая с ярко красными накрашенными губами ела шурму. Секси? Это описав тебе, как она ее ела, но это ничего не сказать. Просто она пыталась ее запихнуть, чтобы не испачкать губы, естественно. То есть не стирая помад, губы развернулись, вы так закатались полностью. Да, это было реально очень достоприменно. Неужели это настолько человек любит шурму? Может, сразу по Вене пути шурму, но я не знаю, так будет проще. Вариант, да. Слушайте, ну а у вас были какие-нибудь штуки с фастфудом? Кстати, что ваша любимая еда? У меня вот, например, Цезарь Ролл мой любимый. Цезарь Ролл любишь? Не, ну я имею в виду, знаешь, когда там приезжаешь, мы однажды, когда ездили тоже в тур, мы приехали. Рассказывай. И нам вместо шампуня, как мы просили, принесли две бутылки шампанского. Вот еще так же вы просили какую-то еду нефастфудную, может, тебе принесите нам что-нибудь перекусить такого, а вам там, хоп, бутики наделали. Смотрите, раз уж у нас случилось. Смотрите, раз уж у нас про Ролл зашла речь, у нас есть очень странное видео, давайте его посмотрим. Как раз у нас с этим совсем и связано. Какой красивый. Тут непонятно, если честно, что будет происходить, максимальная у нас громкость. Наша, тебе видно? Смотрим или смотрим? Смотрим, смотрим. Не, ну как бы понятно. Ты знаешь, это очень странный демотиватор, странность его в том, что они ничего не говорят, достаточно просто они вот это сделают, скажем так. Они развернули, посмотрели, что там? Да. Я тебе могу сказать, что наша еда тоже не вся аппетитно-то выглядит. То есть я вот, я честно говорю, я фанат, ты любишь Цезарь Ролл, я фанатский Ролл, просто как бы до дрожи на меня доходят, но вот с этого не смотреть. Ну, кстати, довольно-таки красивенько выглядит. Не очень. Ну, любую еду можно сделать так, чтобы было неприятно, например. А получаешь, а по факту не так уж красиво. Вот, смотри, вот тебе мы в следующей части посмотрим, у нас даже есть специальное видео, как как раз вот эта самая компания, да, снимает, они прямо рассказывают, как они снимают свой чизбургер, как сделать так, чтобы сыр, котлетка, там, огурчики выглядели максимально аппетитно, так, чтобы у людей там реально сумма на отделении происходило. Вот чуть-чуть. Это фудмейкеры, которые выглядели. Да, это как раз целые дизайнеры, еды, художники. Ну, там все подкрашивают так очень красиво, там даже бывает, я помню, я как-то даже смотрел что-то подобное, когда там какой-то ролик, как бросают клубнику в молоко, там все такое очень классное. А клубника, на самом деле, была вот такого размера, она была пластмассовая, а молоко было бы клеем. Вот, поэтому все так получилось красиво. Даже в какой-то стране, кстати, запретили использовать ненастоящую еду на фотографиях. Так что где-то очень неаппетитно выглядит гамбургер, мне кажется. Давайте, может, сразу туда посмотрим, чтобы уж далеко не отходить от этого. Что посмотрим? Еще один, у нас есть просто очень крутой ролик, я хочу его обязательно показать. В общем, пришел в эту компанию вопрос о том, как вы фотографируете свою еду. И как раз представительница компании ведет на экскурсию, как они отфотографировали чизбургер, как он получился такой сверхъестественно аппетитный. Вот она его покупает. Чего я комментирую? Ты комментируй. Ну, она его покупает и хочет его съесть. И хочет его съесть, потому что хочет есть. Максимально логично, клево. Максимально логично. Капитан очевидность сегодня. Клево, мне нравится. Привет, Кэп. Сад тебе видос. А смысл фирмы рекламировать свой товар и не хотеть его съесть? Смотри, она при этом абсолютно худая, она очень нормально выглядит. То есть тем самым они хотят сказать, видимо, ешьте, и вы будете такие классные и стройные, там, обалденные. Ну вот, и, кстати, то, что Макс Дональдс является официальным спонсором Олимпиады. У них специальные есть чуваки обученные, есть стилист по еде, стилист по фотографии. Там целый штаб-команда, которая работает на фотографии одного из Бургера, чтобы он выглядел максимально аппетитно. Вот. Но надо же учитывать, что это лучшая фирма из фастфудов, которую показывают здесь. Но есть же ведь и плохие фирмы фастфудные, которые невозможно есть. Да. Давайте их все назовем. Я не могу. Я не хочу назвать. Просто это на самом деле очень крутая фирма. А так взять другие, они уже не такие вкусные, как, например, Макдак. Иногда даже те самые бутерброды гораздо хуже, чем Макдак. А вы, кстати, не заметили, что те же самые бутерброды, тем не менее, когда ты разогреваешь второй раз в микроволновке, с ними все нормально. А вот с продукцией известных компаний некоторых очень стоит поспорить, потому что ты подогреваешь и получаешь какую-то какку непонятную вообще. Ну, если честно, я никогда не подогревала. Получается вот такая вот изделие, вата, называется. Если подогреть как раз на тот же самый картофель, будет вот такая вата. Но это невкусно подогревать. Надо покупать, есть и все. Мозг упал даже. Мозг даже не тупал. Скажите, пожалуйста, все-таки не можем у вас, это не спросить. Любим мы все эту еду, да, а если выбирать там заграничный фастфуд, отечественный фастфуд, у нас же тоже он есть. В смысле и наш, какой и наш фастфуд? Да, какое предпочтение? Ну, если выбирать наш фастфуд, наверное, кромк картоха. Смотря что будет читаться нашим фастфудом. Мне, кстати, вот очень нравится пицца домино, или домино как-то называется. Ну, кстати, мировой бренд, мне кажется. Она такая вкусная. Да ладно, на самом деле, ну, полношу всякого полезного в этом фастфуде. Например, там, не знаю, в ту же пиццу кладут кучу сыра, там, например, который богат у вас кальцием, вот, и кучу всяких полезных веществ, которые там защищают наши зубы, кости, так что, если вы сейчас едите пиццу и расстраиваетесь по поводу того, что у вас вырастет живот, радуется, что у вас будут зубы, да, крепкие, вот. Слушай, ну, может, споете-то, а нам еще что-нибудь на охотное ели? Давай, перед тем, как ребята споют, они расскажут вообще, что у вас же новый альбом вышел, тут самое-то интересное. Да, у нас вышел новый альбом. Да ладно? Первый, первый новый альбом. Первый новый, второй, по счету, альбом. Ну, можно сказать, даже первый, потому что он кардинально отличается от предыдущего альбома. Мы пересмотрели полностью взгляды наши музыкальные. Ну, и где вас посмотреть можно будет там в ближайшее время? Будете где-нибудь там выступать? Нас можно посмотреть обязательно на О2ТВ, потом можно нас посмотреть... Каждый день нас показывает О2ТВ. Ну, с этого, с этого момента мы начнем, да? Конечно. Нет, нас на самом деле можно будет посмотреть в ближайшее время, 27-го октября. Октября, да, действительно. В клубе театр. У нас будет презентация, это будет непростая презентация. Ну, а после? После 27-го? А после 27-го нигде, только на летних фестивалях, потому что мы опять садимся с головой в написании альбома. Серьезно? Серьезно? Да, у нас прет сейчас, а мы хотим еще один записи. Ну, ладно, да, а из нового альбома еще есть, нет? Ну, как вам объяснить? То, что мы сейчас играем на акустике, это абсолютно не то. Просто мы не могли принести абсолютно все и сыграть в том виде, в котором это есть, в котором мы хотели бы... Я думаю, что скоро наша история будет позволять, да, и как только она позволит, мы пригласим вас по вас полным составом, с покемонами вашими, с Ведом Морозом, кто там вас еще играет. Да, все эти ребята у нас есть. Мы с радостью пригласим. С всей командой Лемуров вас пригласили. И, кстати, обратите внимание на очень крутой маникюр. Покажи, вон, Тим, Тим, посмотри, какой классный. Вари, Вари, к сожалению. У меня довольно-таки даже крутой маникюр. Покажи свой маникюр. И подготовь. Ну, очень клевый. Ну что, давай с твоим клевым маникюром играй на гитаре. А мы послушаем, и спасибо, что пришли, ребятки. Спасибо, что позвали. Не умею мысли читать, не умею я летать, как птица. Мне не повернуть время встать, не предугадать, что случится. Не умею фильмы снимать, не умею я писать сюжеты. Что еще об этом сказать? Да, мне просто наплевать на это. Не умею строить дома, не умею я ходить сквозь стены. Я ведь догадалась сама, что пешком не обойти всей вселенной. Не умею я интриг затевать, не умею я хранить секреты. Что еще об этом сказать? Да, мне просто наплевать на это. Ведь каждый хочет кем-то стать. Каким-то самым невозможным. Быть лучше всех, куда-то бежать. Чего-то искать, ну сколько можно. Здесь все состоит из каких-то событий, которые каждого беспокоят. Но как мне все это надоело, моего внимания это не стоит. Как же я хочу убежать и больше никогда не выпрощаться. О чем-то, как и прежде, мечтать и наплевать, если не будет сбываться. Научусь ходить по воде, научусь летать быть может. Как же нельзя быть сразу, ведь все в этом мире все невозможно. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Давайте заходите еще, напишите в этот альбом, приходите в полном составе. Привем, берите, берите другие вкусняшки. А давайте гитару и петюлю, петюлю мне все. Раз, два, три, шлепся. Все, приходите к нам. Хорошо, спасибо. Мы вернемся после небольшой полоски. До свидания.